МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В межсезонье Беларусь обеспечена сельхозпродукцией впрок. В специальное хранилище поступили более 144 тысяч тонн картофеля, других овощей и яблок. Это необходимо, чтобы насытить внутренний рынок доступной, а главное – качественной продукцией. Запасов, по оценкам специалистов, хватит до нового урожая. Законченный курс первичной вакцинации прошли 702 тысячи белорусов. Из них более 22 тысяч – дети. Первым бустером охвачены 635 тысяч человек. Ситуация с коронавирусной инфекцией стабильная и контролируемая. Благодаря иммунизации населения против COVID-19 в лечении в стационаре нуждаются единицы. Иностранцы могут платить налог на профессиональный доход в Беларуси. МНС разработала собственное приложение. Не выходя из дома, можно встать на учет, создавать записи о совершенных расчетах и передать данные инспектору. Что касается налоговой ставки, то 10% уплачивают все. 20% – самозанятые. Для пенсионеров – 4,8% соответственно. В Бобруйске отметят Масленицу. Праздничное гуляние пройдут в парке культуры и отдыха в воскресенье. Начало в 12.00. В программе – песни, танцы, спортивные состязания и игры на свежем воздухе. Будет работать фудкорт с чаем, блинами, драйниками и шашлыками. Традиционное шоу на столбе с петухом и подарками ожидается в час дня. Субтитры создавал DimaTorzok